всем доброго времени суток с вами канал артмани и сегодня у меня видео обзор что подарили мне на день рождения мои родители уже до этого была у меня предыдущая покупка когда приезжал папа у меня отдельно живет вот что он подарил и вот другая покупка то что подарили мне родители то есть мы вместе праздновать мой праздник мой день рождения и что они мне подарили здесь вот уже стоит у меня маленькая коробочка и вот здесь вы видите здесь два мешка но начнем мы сначала с этого здесь вот открыточка довольно красивый на самом деле мы уже в семье перестали дарить открытки рисунки по моему детстве мы дарили там или вот для денег вот эти вот конвертики воскрыта пустая трата денег на самом деле потом это здесь просто нет открыт к да это красиво на довольно красивая вот как будто прямо самотельная такая она даже в обложке здесь это желание не буду его зачитывать вот и такая вот как будто бы штучка для денег здесь на самом деле были деньги вот то есть мы подарили открытку и деньги чтобы я купилась сама себе подарок такой какой мне нужен Потому что сейчас с подарками довольно сложно. Если, допустим, раньше, в моё детство, какие-то 80-е, 90-е, было всё гораздо проще. То есть, не было ничего такого в магазинах. Купишь ребёнку подарок, он счастлив. Или человеку взрослому, он счастлив, потому что ничего не найдёт в больном магазине. А сейчас в магазинах куча всего, и с подарком можно ошибиться, например, как вот здесь. Вот. Так, это мне подарила моя тётя, маму, сестры. Вот сестра вот эту подарила. То есть, вот от них подарок. Поставим её сюда, она очень красивая. Здесь мне подарила сестра коробочку такую. Кстати, очень красивая коробочка. Посмотрите, у нас с такой даже штучечкой, с такой верёвочкой. Как какая-то маленькая сумочка. Её можно, в принципе, оставить или передарить. Я думаю, скорее всего, оставить, что-нибудь в неё положу. Она очень красивая. Вот. И её открываем. Здесь лежит... Давайте вам вот так, сейчас покажу. Сейчас я поближе покажу вам. Это выглядит вот так. Здесь крем-мыло с оливкой. Вот. До этого, на самом деле, у меня мама сестры какой-то на Новый год, что ли. Да, на Новый год уже дарила гель для душа с оливкой. Мне не понравился этот запах. Я люблю больше запах цветов, там, полей, там. Ну, что-то вот такое вот. А с оливкой не нравится, но я сделала вид, что мне понравилось. Вот. Ну, это просто какой-то запах. Вот. То есть, ну, крем-мыло. Не знаю. Может быть, я, скорее всего, с мамой обменяюсь. Она мне какой-нибудь другой даст. Вот. Ну, мне не нравится, честно. Вот. Два мыльца. По-моему, это мыло. Олива. Даже не знаю. Не знаю. Наверное, мыло. Два мыльца маленьких. Таких вот. Ну, такие вот маленькие мыльца. Их можно, допустим, брать с собой в путешествия, там, что-нибудь такое. Хотя, честно говоря, я в путешествия предпочитаю брать обыкновенное нормальное мыло, но более, немножечко уменьшенное, но обычно у меня вот именно большое мыло удобнее держать, чем вот такие вот маленькие, как пробники какие-то, или которые его отдают там на теплоходе, там, или в гостиницах. Мне не нравятся они. Я их даже не бывает не трогаю, там не беру. Вот. Ну, наверное, скорее всего, вот эти вот я отдам Диме. У него ручка маленькая. Ему как раз вот будет удобно такие в лицах. Вот. И также две свечки. Две свечки. Они, кстати, блестят. Такие розовенькие, как я люблю. Сверху они шершавые. Не знаю, наверное, вместе с вами попробуем их зажечь. Как-нибудь. Мне даже интересно. Мне даже, наверное, больше любопытно полностью они такие блестящие или нет. Ну, а тут уже просто коробка заполнена такими вот штучками, разрезанной бумажкой. А, тут еще, тут еще, кстати, это... А, блин, как ее... Короче, загогулина. Которая, это, хвостик поддерживает. Это, видимо, чтобы она без скрепления. Ба-а-а. Это, видимо, не только мне дарили эту, наверное, коробочку. Тут еще что-то. Какая-то фигюрина. Какая-то ниточка. Или это что-то надо сделать, что ли? Я что-то не пойму. Пилочка еще двое ногтей. Что-то это... Что-то непонятное. Видимо, это сюрприз еще параллельно мне. Так, ну тут... Я надеюсь, сюрпризов тут нету. Никаких иголок или чего-то такого. Вот. Ее, в принципе, можно, допустим, снова передарить. Вот эту вот бумагу. Может быть, не знаю, можно какой-то глистос сделать. Туда что-нибудь уложить. Вот здесь. Ну, здесь вот она пилочка. Какая-то ниточка. Честно говоря, я очень удивлена. Обязательно позвоню Насте и спрошу у нее, что это такое. Вот. На ниточку надевается какая-то бусина, что ли. Завязывается. Или, может, она сюда вот надевается. Эта бусина вот так вот, что ли. Перевязывается. Там опилочка зачем? Что-то слышится так странно. Я, честно, не ожидала. Видимо, это в этой коробочке уже сестре, наверное, кто-то что-то дарил. И там, наверное, ей сделали такой, наверное, необычный сюрприз. В надежде, что она посмотрит, а она не посмотрела. Честно говоря, я всегда, даже когда покупаю коробку конфет, съедаю эти конфеты. И вот это вот, в чем они лежали. Она вот эта вот, как она, не знаю, как она называется. Я всегда ее поднимаю и смотрю, что внутри коробочки. Но там всегда пусто, пусто, пусто. А тут, наконец-то, вот мне что-то досталось непонятное. Ну, тут точно пилочка. Вот. Не знаю, спрошу у Насте даже, наверное, ей сегодня фотографию вышли, что это. Что с этим делать, подскажи. Ладно, положим это здесь. Ладно, положим это в нашу коробочку. Вот тут еще эти остались. Ну, ладно, давайте будем вот так вот выкладывать их тогда. Так, там видно вам. Лица. Это жесткая, да, это, скорее всего, мы. Ну, там все на английском написано, поэтому я не знаю, что там такое. Вот. Да. Также мне подарили родители деньги. И, естественно, что я буду делать с этими деньгами? Конечно, я куплю себе подарки. Например, муж у меня, если ему дарят деньги, он просто тратит их на еду. Ну, как же я потрачу деньги на еду, когда мне нужны столько вещей еще? Конечно, я купила много вещей. У меня тут два пакета. Начнем, наверное, давайте с этого мешка, с черного. Здесь я купила рюкзачок, потому что мой порвался. Вот, я покупала, наверное, помните, с блестками. Блестящий такой рюкзачок. Наверное, может быть, помните. У него порвалось вот здесь, вот, на кончиках. Хотя я в нем как раз ездила путешествовать. Носила там только деньги, документы и селфи-палку. То есть, оно довольно легкое. То есть, не картошку носила у него, но он порвался. Его нужно нести куда-то в ремонт, наверное. Я не знаю, когда я туда попаду. Вот, а у нас впереди следующее путешествие. И мне нужен какой-то рюкзак, чтобы туда положить документы. То есть, мой паспорт, деньги, там, селфи-палку. То есть, что-то такое вот. Ну, вот я нашла такой рюкзачок. Его, кстати, можно использовать как просто сумку. Такой вот он миниатюрный, маленький. Здесь я уже взяла вот с такими железными штучками, отсоединяющимися. Ну, единственное, вот неудобные вот эти вот лямки какие-то. Они, не знаю, может они выровняются потом со временем. Потому что я взяла рюкзак, как бы, со складом. Потому что, который был на витрине. Он был какой-то весь с нитками. Я подумала, сейчас он расползется. Возьму другой. Так, стоил он 600 рублей. Это был какой-то новый магазинчик, который открылся. Там скидки, там вообще супер просто. Вот. Здесь карманчик этого. Какой вот он. Да, здесь, кстати, у него ручка. Она... Сейчас покажу. Вот она. То есть, тут вот железными штучками. И здесь вот она, как бы, тоже вот так вот тут железненько. Ну, там не видно. Короче, что-то такое. Ну, там что-то под кожу иногда можно поносить. Внутри один карман. Вернее, два кармана. Чек обязательно. Дали чек. Проверяйте. Там прям накасивают. Проверяйте. Все проверяйте. Меряйте. Ну, меряйте смысл какой. Я говорю, конечно, он пойдет, куда он денется. Вот. Проверяйте обязательно. Ну, дальше, говорю, какие вы молодцы. Всегда говорите, проверяйте, проверяйте. То есть, ну, потом, правильно? Говорят, потом вы приходите к нам. И требуете, что вот, там что-то не так. А, нет. Здесь три кармана, получается. Еще маленькие. Внутри три кармана. То есть, один маленький с этой стороны. И другой на этой стороне. И так же вот здесь вот для сосульчек вот. Всего такого. Не нравится мне. Есть вот эти вот штуки. Вот. И, конечно, их можно отсоединять. И делать как сумку. Наверное, просто один вот такой вот соединяется вот здесь вот. И он просто будет вот так вот носиться, как сумка. Так, сейчас я его отстегну. Ну, допустим, вот так он будет висеть у вас, как сумочка. То есть, вот и лямка есть. И вот так вот, допустим, будет еще лямочка. То есть, ну, классно. Был такой же еще розовый. Но вот он тоже был с нитками. И он остался, по-моему, последний. Его быстро, видимо, забрали. Я подумала, ладно. Говорю, давайте такой. 500 рублей все-таки. Потому что я зашла до этого в другой магазин. Там примерно такой же стоил около 1000-1200. То есть, вот так вот. Я думаю, ну, мне надо там, может быть, на выход. Может быть, на один раз в год или два раза в год. Зачем переплачивать? В принципе, такой вот мне подошел. И добавок у него такие с железными штучками. Мне кажется, это гораздо лучше, чем когда туда вшито. Ну, не знаю. Поставим его сюда. Не знаю, честно. Вообще, мне что-то по этим рюкзакам, я чувствую, понесло просто. Так. В этом же магазине я еще купила косметичку вот такую. Вот их два в одном. Здесь их две. Стоила она 300 рублей. Ну, 299. 300. Вот. Там тоже они разные. Разность цветов. Вот они две скреплены. О, здесь немножко поцарапано, что ли. Вот сейчас как раз пошла у нас ажиотаж. Именно вот на такие вот, какие-то там переливающиеся, какие-то вот что-то такое. Была вот такая вот прямая, то есть, две такие вот прямые. И была вот одна вот таким вот бугорком. Я взяла прямую. Не знаю, мне кажется, так поудобнее. Как раз вот она вот эта вот, наверное, я буду использовать сначала. Она подойдет, в принципе, для моей косметики. Которой я, наконец-то, начала пользоваться. Ура! Вот. А вот эту, наверное... Сюда можно, кстати, в нее положить для душа всякие. Вот. Она, кстати, очень плотная. До этого я покупала за 100 рублей. Там какую-то другую. Она вообще не плотная. Рвется. Здесь материал очень плотный. Можно даже еще, наверное, побольше пойти купить. Вот. Но она довольно большая такая. Вот. И цена, что там, 300 рублей всего каких-то. Ни о чем. Сюда давайте положим. Так. Еще в этом же магазине я купила такую сумочку. Ну, не знаю, просто она мне понравилась. Просто понравилась эта сумочка. 500 рублей стоила она. Ну, блин, согласитесь. Классная. Конечно, если бы я еще была похудее, гораздо худее, она бы смотрелась еще лучше. Но, к сожалению, вес плохо уходит у меня. Ну, хотя бы так. Вот. Здесь один... А, нет. Здесь два кармана. Есть еще вот с этой стороны карман. Сюда можно какие-нибудь билетики, я думаю, складывать. Телефон, честно, не знаю, поместится он сюда, не поместится. Но я думаю, чтобы его не растягивать, просто какие-нибудь билетики. Может быть, деньги, вот, какие-то сдачи там, вот, как обычно нам дают. Вот. А здесь вот на вид, как будто бы два кармана. На самом деле, здесь один карман. Вот. На самом деле, это лучше, когда два кармана и две молнии. Я помню, у меня была сумка три кармана. И она как-то вот так вот подушечками друг к дружке вот так приделана. Я постоянно терялась, я постоянно путалась, какой же карман я что положила. Вот. Постоянно стоишь там где-то на улице, срочно нужен телефон, и ты не можешь его найти. Там три кармана раздельные. И постоянно ищешь. Вот. Даже, кстати, не помню, где она. Вот. Здесь вот на цепочке, кстати, она такая холодненькая прям вообще. Вот такая она длинненькая. Не знаю, как там будет смотреться она на мне. Вот внутри. Внутри один большой карман. Там, да, больше нет карманов. Кстати, это немножечко, наверное, плохо. Хотелось бы карман отдельно какой-нибудь около стеночки, чтобы туда, допустим, положить ключи. Рядочком телефон. То есть, чтобы ключи с телефоном не терлись друг от друга и потом вы неожиданно смотрите, а у вас телефон уже потертый. Ну, не знаю, для ключей что-нибудь надо будет придумывать тогда. Ну, это чисто такая на выход, допустим, куда-то в театр. Или там, когда одна, без Димы, допустим, пойду погулять. Ну, или с Димой, допустим, в коляске кто-нибудь коляску ведет, например, муж. А я вот такая вот, вся красивая иду. Вот. Вот такая вот. Да, цену, я сказала, всего 500 рублей. Вот там были, в принципе, вот это вот самое нормальное. Другие были совсем поцарапанные какие-то, потертости. Вот, более-менее розовенькая, красивенькая. Иногда можно выйти куда-то. Ну, такая маленькая сумочка, мне кажется, должна быть у каждой дамы, у каждой девушки. Так же я купила, вот теперь перейдем уже к другому. Купила обувку. Какой-то я там уже не помню, какой там магазин. Я много магазинов обошла. 750 рублей она стоила. Вот такие вот, они довольно мягенькие. Когда мы ходили как раз вот гулять с папой, я тоже обходила много магазинов. Я подобные вот такие находила. Но они очень были жесткие, очень жесткие. Вот. Вот тут вот прям очень ногу прям сдавливало. Вот эти вот отлично. Ба, у меня, кстати, подошва какая. Видите? Моднячая. Черная. Я взяла черненькие, потому что не видно грязи. Не настолько видно у меня, потому что есть белые, они уже стали какие-то бежевые. Вот, очень гнется так хорошо. Мне понравилось. И она одевается легко. Тут вот резиночка. Конечно, эта резиночка со временем, наверное, растянется. Тут вот тоже, наверное, растянется. Ну, посмотрим. В конце ролика, не знаю, будут, не будут фотографии, как она выглядит. Ну, я думаю, вы знаете, как она выглядит на ножке. Поэтому, не знаю, есть смысл. Ну, посмотрим. Вот. Там же я купила маечки себе. Это самые обыкновенные маечки. Три штуки. 48 размер. Это самые маленькие. Они мужские. Ну, чтобы вот так вот ходить дома. То есть, там, когда одна я дома, и там с ребенком, чтобы летом вот особенно не в одежде ходить там, а чтобы вот просто одел маечку и пошел. Они длинненькие, я так думаю. Они стоили по 130. Три маечки. Так. Так же я в этом же магазине купила. Причем, знаете, вот что самое интересное. Я зашла в этот магазин. Была довольно пожилая женщина. Я так зашла, увидела тут маечки, значит, висят. Думаю, блин, мне надо маечку. И она прям тут же. Ой, вам маечку надо? Давайте померяем. Ту-ту-ту-ту. Все вытащила. Там вот, смотрите, такая сикает, такая сикает. Давайте, мы примерочено померяем. Я даже там опомниться не успела. Я говорю, ну ладно, давайте. Думаю, блин, так классно. Она сразу там на контакт пошла. Все хорошо. Зашла в другой магазин. Мне там брючки понравились. Там такая толстая женщина сидит, смотрит там в планшете кино. Обычно я захожу, сами здороваются. А тут она молчит. Ну, я поздоровалась. Она так, здрасте. И дальше свой монитор уткнулась. Все посмотрела. Спросила размер этих брючек, цену. Ну, она сидит дальше. Я развернулась, просто ушла. В принципе, я могла бы купить. Если бы она пошла на контакт, если бы она встала, подошла бы, сняла мне эти брюки, в конце концов, показала. Потому что, в принципе, там брючки были довольно хорошие. Такие их можно просто одеть и выйти в магазин. То есть, не классика, а вот такие вот обычненькие. Мусор выкинуть, да, например. Ну, купила такую желтую майку. Желтую, в принципе, не особо хотела. Ну, как бы ладно. Иногда вот такие вот майки мне очень нужны. Я очень люблю такие майки с большим декольте. Вот. Причем она там тоже была дешевая довольно. Там около 100 с лишним рублей. Здесь вот стразиками. Ну, мы с папой там купили несколько майок. И вот я еще просто... Я их пока что носить не буду. Это я оставлю. Я люблю делать склады у себя в шкафу. Вот. И потом ношу. И такая вот серенькая. Ну, серенькая мне, честно говоря, больше понравилась. Она похожа на ту серенькую, которую мы купили с папой. Тоже тут размер 50-й написано. Но она где-то моего размера. Вот. Тоже там со стразиками. С каким-то там цветочком. В принципе, мне без разницы, что там. Ну, главное, что вот. Просто мальчику. Ее можно просто одеть при этом. В жаре ищу, например. И куда-то пойти. Там на набережную. Там в магазине. Там куда-то еще. То есть тоже я их пока что носить не буду. Просто купила. Положу их. Уберу. Какой-нибудь ящичек. Какой-нибудь мешочек. И все. То есть их купила только две. Конечно, были бы еще серые. Я бы взяла сереньких побольше. Была еще белая. Но смысл брать белую. Она быстрее запачкается. Согласитесь. Так. Также я купила такую сумочку. Для моих камер. Если вы, наверное, помните. У меня зеленая. Темно-зеленая. Я покупала ее в фикс-прайсе за 100 рублей. По-моему, я не помню уже. А это я уже хотела. Вот что-то такое вот. Именно вот такое вот. Пробегалась по интернет-магазинам. Нигде не видела. Это я случайно увидела. Зашла как раз в магазин сумок. Первый. Сам он был. Она такая вот розовенькая, симпатичная. Здесь вот она соединяется сбоку. Не знаю, кстати, насколько это удобно сбоку. Моя сзади. Я уже привыкла сзади застегивать. Тут молния. То есть она вот объемная такая достаточно. Там один карман. Ну, мне, в принципе, многое не надо. Хотя, кстати, для телефона хорошо было. Ну, там как раз камера вместе с телефоном, с фотоаппаратом и с какой-нибудь еще всячиной хорошо поместится. Вот, здесь, кстати, молния радужная. Такая вот тут более желтая, тут более розовая. Вот. Такая классная с этой стороны. Думаю, на солнышке она будет блестеть. Вот. Это был другой магазин. Так. И также вот большая сумка у меня. Вдруг мне неожиданно понадобилась сумка на дачу. У меня не было на даче сумки. Мы все время с Димой, если ехали на дачу, я клала все его вещи в пакет Леруа. Там или Ашановский. Вот эти вот большие, там гигантские пакеты. Туда одежду, там детское питание, там все такое, там ложечки, ну все-все-все. Мои вещи. Это очень неудобно. Вот с этим гигантским пакетом я не могу, допустим, взять ребенка за руку, да, и этот пакет, и вместе с ним выйти. Это очень сложно. Этот огромный пакет, он просто тяжелый. И я думала, блин, надо мне какую-то хозяйственную сумку. Начала подумывать, искать, смотреть в интернет-магазинах. И поняла, что сейчас есть такая мода, они вот именно круглые. Такие, вот это вот, она как раз тоже круглая, она довольно, кстати, объемная. Вот она. То есть не просто там кошелка, как вот бабушки сейчас носят. Вот в других магазинах я, кстати, такие видела. А вот именно круглая, она темно-синяя, плотная такая, как джинса, что-либо, что-то подобное. Вот здесь вот она, по-моему, прошитая. В случае чего можно еще прошить, если что-нибудь там произойдет. Ну, я надеюсь, что все хорошо будет. Вот здесь маленький кармашек спереди. По бокам вот кармашки. Ну, допустим, здесь можно положить ключи, например, или вот что-то такое. Здесь большой карман, он прям такой гигантский. Вот. И внутри еще здесь один маленький. То есть, ну, внутри два кармашка. То есть, в принципе, она довольно большая. У нее, кстати, еще есть вот такая штучка. Она здесь вшита, чтобы ручки не потерялись. Вот. То есть, вот так она. Довольно, мне кажется, классная сумка. Хорошая, такая, плотная. Стоила она всего 500 рублей. На нее была скидка. Вот, поскольку, видимо, она последняя осталась. Да, здесь, кстати, довольно большой карман. Куда можно сосуточки какие-нибудь положить. Вот. Ну, у нее, вот, видимо, она со скидкой была. У нее не было вот этого вот ремня. Но, в принципе, у меня есть от другой сумки. Примерно такой же по качеству ремень. Синего цвета, кстати. Я, скорее всего, вот ее прикреплю сюда. С двух сторон. Только вот эти вот самые интересные, они пластиковые. Но, я думаю, в случае с чего, если она сломается, ее можно будет отсоединить. И здесь есть вот вшитая такая же вот ручечка. Штучка, не знаю, короче, как это называется. Молния. То есть, ну, она довольно, кстати, большая. Когда я еще с утра сегодня проснула, думаю, буду записывать обзор на свои покупки на День рождения. И что-то мне эта сумка показала, что она слишком маленькая. Я еще подумала, не зря ли я ее купила. Нет, оказывается, не зря. Хорошо. Вот. Что-то написано. Супер. Супер-ме. Супер-ме. Вот. Ну, не знаю там от какого. А, кстати, вот здесь вот у нее, что мне понравилось. Есть маленькие ножки. Она еще висела наверху. Мне показывали, показывали. Такая сейчас сумка сякая. Мне не нравилось. И я увидела вот эту вот с этими ножками. Смотрю, всего 500 рублей. И говорю, давайте покажите мне эту. Вот. Она все вот тут вот все прошитая. То есть, бывают сумки, то, что вроде прошитая, но ткань другая. И такими трубочками сделана. Вот я помню, у мужа такая была. Она быстро прорвалась. По-моему, он раза два-три в нее там что-то положил. Вышел в спортзал там или куда-то. И она сразу прорвалась. Тут прям все вот оно прошито. Ну, я надеюсь, конечно, то, что ее хватит надолго. И такая она, в принципе, довольно моднячая, мне кажется. Ну, то есть, пока необычно, не такая кошелка, как бывает, как продают сейчас вот для бабушек. Там еще какие-то карманы. Еще были что-то типа похожее под кожу. Для кожи, на что я сейчас не помню. У меня такая сумка есть. Мне она не очень понравилась. Она вся жесткая такая. Ну, неудобно. Это мягкая, ее можно спокойно открыть. То есть, вот она открыл, все видно. Там единственная подкладка черная. Я не люблю черные подкладки. Ну, ничего страшного. Здесь как бы вот она, все видно. Уберем ее сюда. И у меня последняя покупка. Так, она вообще что-то там заняла у нас. Весь стол. Ладно, давайте ее уберем вниз. Теперь положим. У меня кокты еще вчерашние. И последняя у меня покупочка. Так. Так, из магазина. У магазина есть название. Кедо. Кедо, кедо, кода. Вот такое вот. Мне дали даже, кстати, карточку на скидку. Там у них обувь и рюкзаки, сумочки там. Ну, их мало сумок, в основном обувь. Вот здесь у меня... Так, сейчас что-нибудь... Ничего больше не написано. Я думала, название. А, нет, есть название. Название. Босоножки. Босоножки. Марио Ричи. Марио Ричи. Не знаю, говорит вам это название о чем-то или нет. Напишите в комментариях, какие это могут быть босоножки. Напишите, я подожду. А тем временем я скажу. Пока мы... Когда мы с папой, вернее, ездили в амбар, я такие босоножки видела. Вот. Но я знала, что они сейчас в этом году модные. Это самый писк моды. Ну, что-то там торопились, скорее всего. Было некогда. И я подумала, зачем они мне нужны. Они, думаю, жестковатые такие, неудобные. Я, наверное, не буду в них ходить. Но у меня прямо в голове они остались. Хочу. 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 И потом я в другом магазине опять их увидела. Но там были уже подошвы другая. Они были очень тяжелые. Я подумала, как я буду ходить. Они тяжелые. А вдруг я не привыкну. Думаю, деньги просто так потратишь. А где находится этот магазин, я уже не помнила. Вот. То есть в магазине в этом первый раз была. В амбаре, в торговом центре. Вот. Я надеюсь, вы написали, какие это могут быть. Может быть, описание. Напишите, как вы думаете, как они выглядят. Вот. И... Давайте я покажу. Наверное, прошло уже там сколько-то. Надеюсь, написали вы. О. Кстати, там мне еще дали подарок. Носочки. Сейчас в некоторых современных магазинах, ну, более таких дорогих, делают подарки. Допустим, одну пару носочков. Или две пары носочков. Штуки, вернее. Вот. То есть такие вот. Очень приятно, кстати. И пойдешь потом снова и снова в другом магазине. Я помню, две пары носочков дали. Так. Чек обязательно дали мне. Чек. Стоили они 2190 рублей. В принципе, я считаю, нормальная эта цена для них. Вот. Если бы было дешевле, дешевле, конечно, купил бы. Но было бы странно. Так. Вот так они выглядят. Вот так. Они тоже выглядят. Вот. Здесь вот у них отклеивается. То есть, как у моих других босоножек. Как это? Не знаю. Босоножки, да? Босоножки называются. Вот. Шнуровка. Черненькие. Такая вот подошва. Толстая. Красивая. Мне нравится она. Вот. Ну, как бы, да, они жестковаты, но они довольно легенькие. И что самое главное, то здесь вот есть вот этот вот переход, как бы, от ровной поверхности, немножечко вверх. И это гораздо удобнее. Так, сейчас я покажу, как. То есть, вот она идет. Видите? Вот он ездит. Это удобно. Если она будет полностью ровная, то будет идти неудобно. Вы будете просто вот так вот идти, как робот. А вот это вот удобно. Вот. Она довольно легкая. Но она легкая прям. Марио Ричардер. Это бренд. Это бренд. Вот. Ну, я думаю, если набрать в интернете, то выйдет много интересного. Здесь у меня 38-й, по-моему, размер. Вот. Там очень-очень много разных. И, как бы, я смотрела, чтобы вот тут была с липучкой, потому что это быстрее, это проще, быстрее. То есть, одел, залепил, побежал. Некоторые там были с ремешком, как на поясе. Вот ремешок бывает, только вот такой же вот маленький. То есть, пока ты там его расстегнешь. Ну, и, да ладно, он расстегнутый, да. А дело, пока ты его там застегнешь, если ты пошел в гости, это опять ты там долго мучаешься. То есть, это неудобно. Либо вот с какой-то вот штучкой. Вот. Он вдевается, этот замочек. И, ну, блин, короче, там сложно. Я очень долго попыхтела, прежде чем выходить. Да, они красивые, все. Но это неудобно. Или просто с резиночкой. Тут резиночка, а здесь что-то отстегивается. То есть, либо такой вариант. Ну, не знаю, мне проще. Мне нравится вот отсюда, когда заезжает нога. Тут, я не знаю, ну, тоже. Вот, хотела я черные. Там были еще черные, но, по-моему, у них как раз замочек был какой-то. Вот. Ну, купила белые. Ладно. Как их ни стирая, ни мою, они все равно когда-нибудь пожелтеют. Не знаю, может, я их не так часто буду одевать. Посмотрим. Вот. Когда я искала, мерила, мне очень вот эти понравились. Она сказала, что якобы размера больше нет. Я стала опять, значит, другие мерить. Потом говорю, ну, давайте принесите тогда вот такой второй. Померяем, ну, маленький размер. Ну, говорю, что ж теперь. Померяю еще раз, может быть, будет нормально. Я на мне выносит вот этот размер гораздо больше. Ну, побольше тех. Блин, говорю, ну, вот же он, есть этот размер. А она мне говорила, что его нету. Ну, она промолчала. Видимо, может быть, их, наверное, скорее всего, отложили для кого-то, а тут я пришла, какая разница, кому продавать. Ну, естественно, я сразу забрала. Мне они очень понравились. Здесь, с этой стороны, там, что-то, может, эко-кожа, под кожу, может, что-то сделано. Вот, другие были, тоже какая-то штучка, а, была сеточка там. Но она, вот, именно, вот, пальцами ее трогаешь, она неприятная на ощупь. И, мне кажется, она бы натирала ноги. Хотя, вот это, конечно, тоже можно натирать. Вот, ну, как бы, там был большой выбор, но, когда ты хочешь что-то именно конкретное, то выбор становится очень маленький. Поскольку мне были нужны, вот, именно с липучкой. То есть, ну, с замком мне сложнее. Вот. Тоже они очень красивые. Причем там со складом, новенькие. Вот она, в принципе, эта липучка. Здесь вот под кожу. Не знаю, надеюсь, эта кожа надолго ее хватит. Поношу я их, надеюсь. Там, с этой стороны, ткань, а нет, тоже под кожей. Ну, ладно, посмотрим. Вот, если что, всегда можно отнести в ремонт. И там что-нибудь придумают с ними. Вот, они довольно большие. Это самая большая, по-моему, платформа, которая есть. Там были поменьше, меньше, меньше, еще меньше. И были вообще там какие-то сланцы. Такие пузатенькие. Вот отсюда такое пузико торчало. Отсюда у пузико. Ощущение было, как будто резиновый мячик взяли. Немножко сдули. На него так наступили. Он там, получилась какая-то небольшая форма. Он так вот остался. Ну, что-то такое подобное. Так, ну ладно, не буду вас долго мучить. Потому что, мне кажется, уже там получилось на довольно большую циферку по времени. Вот, такие вот были покупки. Все эти покупки у меня вышли в 5000 рублей. Там где-то плюс-минус. Там, ну, где-то там, может быть, 5100, 5200. Вот где-то вот так вот. Довольно хорошие, качественные. Ну, кроме вот этого, конечно, это уже был подарком. Вместе с открыткой. Вот. Качественные, довольно хорошие. Я очень рада, что я наконец-то вышла в магазин. Мне надо было выйти. Магазин уже давно. Вот. А с ребенком, ну, не в каждый магазин зайдешь. Особенно вот, где я рюкзачок брала. Там то ли ступеньки, то ли ступеньки непонятно какие-то. Ну, короче, разные нюансы есть. А тут я вышла, все хорошо. Сходила в магазин, хорошо. Мне очень понравилось. Вот. В принципе, это все. Напишите в комментариях, понравились ли вам мои покупки. Что вам больше всего понравилось, напишите в комментариях. Какая вещь. Там рюкзачок, сумочка. Там вот, другая сумочка. Давайте их вот так поставим. Поставим. Вот. То есть, босоножки, маечки. Да, еще вот у меня босоножки другие. Косметичка. Тут сумочка. Поясная сумочка. Рюкзачок. То есть, ну, в принципе, не так много, но я еле-еле дотащила. Пришлось ехать на автобусе. Хотя там идти довольно рядом. Вот. Ладно. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите другие... Ой. Смотрите другие мои ролики, мои влоги. Как мы с инком отдыхаем. Как мы с мужем путешествуем. Куда мы ездим. У нас скоро поездка на теплоходе. Вот. Также мои кулинарные рецепты смотрите. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok